нашего практического занятия gerund по русски герундий. Как мы с вами помним из мультимедийных слайд-лекции, это одна из неличных форм глагола английского языка, которой, как таковой, нет в русском языке. Для начала хочу напомнить вам формы герундия. Как же узнать герундий в предложении? Как видно по слайду формы герундия совпадают абсолютно с формами причастия, о котором также речь шла на прошлой лекции. В большинстве случаев как же нам определить герундий, как отличить, коль формы совпадают полностью? Мы можем с вами определить его по следующим признакам. Во-первых, в предложении перед герундия может находиться предлог, во-вторых, притяжательное местоимение или существительное в притяжательном падеже. А так получается, что формы совпадают. Simple gerund active – writing, инговое окончание добавлено. Simple gerund passive – being written, being – вспомогательный глагол, и третья форма основного – written. Perfect gerund active – вспомогательный – having, и также третья форма смыслового – written. И еще одна форма perfect gerund passive – having been written. Два вспомогательных глагола – having, been, и третья форма смыслового – written. Итак, давайте попробуем узнать герундий в предложении и правильно перевести его на русский язык. Посмотрите, пожалуйста, на пример. В данном случае в первом и во втором предложениях мы имеем дело с подлежащим. Герундий у нас стоит на первом месте в предложении. Как мы с вами помним, по правилам строгого порядка слов английского языка первое место в предложении – это у нас подлежащее. Что делать, как переводить? Вспоминаем, подлежащее на какой вопрос отвечает? Что? Ну, или кто, если одушевленное. Да, в данном случае мы с вами, получается, можем переводить существительным или, оговорюсь, при необходимости инфинитивом. Итак, reading is to the mind what exercise is to the body. Что получается? Что reading – чтение для ума? Это то же самое, что и физические упражнения для тела. Saying is one thing and doing is another. Saying – задаем вопрос «что» или «что сделать». Инфинитивом я обещала перевести, давайте попробую. Сказать – это одно, а сделать – это другое. В следующих примерах герундий в составе сказуемого. В этом случае перед ним используется глагол. Давайте посмотрим. We thought of starting another series of experiments. We у нас подлежащего, подлежащее. Ой, извините, пожалуйста, я тут немножечко убежала вперед. Нет, прошу прощения. Я что-то все перепутала. В следующем примере мы разберем с вами герундий в составе сказуемого. В этом случае перед ним используется глагол. Если мы с вами посмотрим на следующие два предложения, то мы видим перед герундием «из» в первом случае. Во втором случае мы видим с вами глаголы смысловые, которые обозначают начало, продолжение или конец действия. «Finished» в данном случае – конец действия, «began» – начало действия. Итак, герундий в составе сказуемого «is observing», «the main requirement» у нас подлежащее, что основное требование «is serving». И далее очень часто глагол «to be» переводится «заключается в том», «состоит в том что». Итак, основное требование заключается в соблюдении правил или заключается в том, чтобы соблюдать правила. Пример номер два. «He finished reading the book». Наш герундий вновь в составе сказуемого. Вот он, «reading», «finished». Он закончил. Что делать? Читать книгу. «I began translating this article», «began translating» полностью сказуемое и часть сказуемого «gerund» «translating». Я начал что делать? Переводить эту статью. Далее, в роли дополнения герундий стоит после сказуемого и может переводиться существительным инфинитивом или сказуемым в предаточном предложении. Например, «we thought of starting another series of experiments». Узнаем герунди инговая, да? «starting». Что мы делали? Мы подумывали о том, и дальше строим предаточное предложение, чтобы начать еще одну серию экспериментов. «number two». The scientists' names deserve mentioning. Gerund mentioning. Итак, имена этих ученых заслуживают, deserve mentioning, упоминание. Существительным перевели мы в данном случае. And one more example. They insisted on postponing their discussion. postponing is our Jared. Вот он, герундий. Они настаивали на чем? На том, чтобы отложить обсуждение. Построили предаточное предложение. На том, чтобы. Следующий вариант. В роли определения. Герундий может стоять после определяемого слова, обязательно с предлогом. С предлогом, например, of или for, как в данных случаях. Вот наши предлоги. И далее. Герундий. Solving, ordering, saying. Существительное перед предлогом обязательно. Ways, intention, reason. Вот в таком вот варианте, в такой конструкции у нас с вами герундий в роли определения. И переводится он также либо существительным, либо реже прилагательным. Давайте попробуем. There are different ways of solving this problem. Имеются или существуют различные способы. Способы какие? Определения, способы решения этой проблемы. Example number two. We have no intention of ordering such machines. Мы не намерены заказывать такие машины. Не намерены заказывать. Инфинитивом даже мы перевели. Have you any reason for saying such a thing? Есть ли у вас основание говорить такую вещь? Вновь у нас в переводе получился инфинитив. И всё прекрасно, всё хорошо звучит на русском языке. Наша с вами задача передать мысль на русском языке так, чтобы это было понятно, что же хотел нам сказать автор в английском. Далее, в роли обстоятельства герундий всегда имеет предлог. Так, например, с предлогами on, upon, по, после. В данном случае мы с герундием переводим after, только после. Before, перед. Мы с вами знаем это значение. In будем переводить в то время, как или при герундии с данными предлогами употребляется для выражения времени. So, after saying this, he left the room. Смотрим. After. Наш предлог. После. Saying. Gerund. И далее у нас пойдёт уже подлежащее сказуемое. He left. He подлежащее, left сказуемое. Итак, когда after saying this, сказав это, он вышел из комнаты. Наш вопрос, когда, обстоятельства времени. Example number two. Обнаружив, что мотор работает плохо, лётчик был вынужден приземлиться. Наш герунди. On finding с предлогом. Когда решил приземлиться, был вынужден, sorry, приземлиться. Обнаружив, что мотор работает плохо. Далее, с предлогами for, за, owing to, также благодаря или из-за, и, наконец, through, из-за, герунди употребляется для выражения причины. По какой причине мы задаём вопрос. So, excuse me for being so late. Мы видим с вами предлог for, который сюда относится, gerund, being, распространённая фраза среди студентов, да, извините меня за опоздание. Number two. We are obliged to you for sending us the latest market reports. Дальше, смотрим предлог for. Сending is our gerund. Стараемся перевести. We are obliged to you for sending. Мы благодарны вам за что? За то, что вы прислали нам последние market reports, обзоры рынка. Далее, с предлогами by, которые мы будем с вами в данном случае переводить путём при помощи в соединении с герундием, without, не, без, instead of, вместо, besides, кроме, apart from, помимо. Что же здесь у нас происходит? В данном случае герундий употребляется для выражения обстоятельства, образа, действия. Или ещё его называют сопутствующих обстоятельств. То есть что-то сопутствует сказуемому, да, действию, выраженному сказуемому. Давайте посмотрим. Instead of writing the letter himself, he asked his friend to do it. Смотрим из списочка предлогов, как раз вот у нас instead of, далее следует gerund наш, герундий за ним, и что же нам сопутствует сказуемому, сказуемому asked. И предсказуемым, как всегда, у нас subject, подлежащее. Вместо того, чтобы написать письмо самому, он попросил своего друга это сделать. And one more example. He left the room without waiting for reply. Ищем предлог. Without preposition gerund waiting. He, subject, left, predicate, подлежащее сказуемое. Что он сделал? Он вышел из комнаты without waiting, не ожидая ответа. Смотрим, without, не, как раз не ожидая ответа. Всё по правилу, всё получается. И, наконец, давайте рассмотрим герундиальный оборот. Это оборот, напоминаю вам, состоящий из притяжательного местоимения my, his, her, their, our, your, its. Или существительного плюс герундий плюс gerund. Как мы переводим с вами герундиальный оборот? Тоже напомню, на русский язык обычно герундиальный оборот переводится предаточным предложением. Причём местоимение или существительное становится в русском языке у нас подлежащим. То есть мы с вами должны отвечать на вопрос кто или что. Несмотря на то, что перед нами притяжательное местоимение, мы отвечаем с вами на вопрос кто что. А герундий мы должны с вами переводить в русском сказуемым. То бишь, что делает, да, что сделал или что будет делать, соответственно. Итак, давайте посмотрим примеры. They were afraid of my finding out the truth. Смотрим. Сразу же, как переводить предложение? Герунди, увидели? Увидели. Перед герундием ничто их не разделяет, никакого нет ни артикля, ни слова, ни предлога, ничего. Притяжательное местоимение и сам gerund. Вот он. Переводим дополнительным предложением. Что здесь получается? They were afraid у нас главное предложение, да? Они боялись. Чего они боялись? My у нас с вами превращается в кто? Что я, что я, что я что сделаю? Это наш предикет, сказуемое, сказуемое как раз в русском языке. Они боялись, что я узнаю, finding out. Даже здесь у нас фразочка, да, фразовый получается глагол. The truth, что я узнаю правду. Number two. We know of the earth behaving as a large magnet. Сразу, хоп, не переводим, просто смотрим. Behaving, gerund. Earth перед ним у нас. Существительное. Noun. В данном случае у нас с вами было притяжательное местоимение, а здесь простое существительное. Отвечаем на вопрос что. We know. Мы знаем. О чем мы знаем? Задаем вопрос, что о том, что земля, земля что делает? Герунди переводим сказуемым. Ведет себя как большой магнит. И еще один пример. We know of Jacob's, Jacob is having invented an electromagnetic engine for practical purpose. Что здесь у нас изменилось? Во-первых, герунди у нас, having invented, перфектная форма, значит, мы переводим с вами прошедшим временем, не забываем. Jacob is существительное в притяжательном падеже. То есть здесь я вам постаралась показать вот как раз три возможных варианта герундиального оборота. Первый вариант с притяжательным местоимением, второй вариант с существительным в общем падеже и с существительным в притяжательном. Падеже, когда мы видим с вами апостров и с. Вот он, притяжательный падеж. Переводим точно так же. Кто, что и что делает. Итак, мы знаем о чем? О том, что кто якобы, having invented, что сделал? Изобрел электромагнитный двигатель с практической целью. На этом мы с вами наше практическое занятие заканчиваем. Благодарю за внимание.